Завтра Латвия будет отмечать свой 98-й день рождения. Что происходило в Риге за день до провозглашения независимой Латвийской республики? И что было после 18 ноября? Три исторических дня и три исторических места столицы. Галина Сладовник и историк Владимир Эйхенбаум прошли по ключевым местам событий 98-летней давности. На первом этаже ресторан, на втором судосберегательная касса при Вспомогательном обществе рижских латышских ремесленников, выше квартиры. И именно в этом здании, на углу улиц Елизаветинска и Суворова, а ныне Элизабетас и Крещана Барена, 17 ноября 1918 года был основан Латвийский народный совет. Среди прочих было принято решение, что в Советы и Временное правительство должны войти представители национальных меньшинств. Также был намечен план, что вообще делать с меньшинствами. И было решение, что в Латвии должны жить, уже в свободной Латвии, люди, которые до 1 августа 1914 года здесь находились. Все эти люди получали гражданского автоматически. В 1902 году по проекту Августа Рейнберга был построен Русский городской театр, или Второй городской театр. В 1920 году здесь был основан Национальный театр. Но мало кто знает, что в 1918 году этот театр носил совсем другое название. У меня вот брошюрка есть «Латвия, свал спасу дышина, прокламация Латвийской республики, 18 ноября, изданная в 1918 году в декабре». Это значит, через полмесяца или через месяц после этого события. И на каждой странице мы читаем, что акт происходил, вот здесь можно прочитать, происходил в Латвии опера «Снама». На следующий день, 19 ноября, в Рижской городской управе собирается первое заседание Латвийского народного совета. Карлис Уллманис оглашает список Временного правительства. Вместе с премьером всего 10 человек. И судьба их была непростой. Министр посвящения Карлис Каспарсон – писатель и врач, единственный из Временного правительства, кто остался в Риге, когда в столицу в январе 1919 года вошли большевики. Его арестовали и посадили в тюрьму. По счастливой случайности в охране оказался его бывший пациент. И вот этот стрелок узнает своего бывшего врача и вызволяет его. Каспарсон спасается. Яни Залитес – юрист по образованию, гражданский человек, стал министром обороны. Ни один военный не захотел брать на себя ответственность в создании латвийской армии. Во время апрельского пронемецкого путча во главе с политиком Андреевсом Недрой в Лепее, где в 1919 году находилось Временное правительство, многие министры были арестованы. За Яны Залитес обещали очень большие деньги. 10 тысяч сейчас, не помню точно. И он был вынужден прятаться рядом, Айспутский район, прятаться на чердаке и с чердака руководит мобилизацией латвийской армии. Он заболел и 6 декабря 1919 года умер. Яни Залитес похоронен на братском кладбище. Как, к сожалению, отметил историк, сейчас о первом министре обороны забыли. Хотя во времена Первой республики к его могиле обязательно возлагали цветы латвийские военные.